Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прианру недвижимость за рубежом. Мы начинаем очередной вебинар, посвященный сегодня недвижимости Кипра. Проводить его мы будем с экспертами компании Migrant Invest. Судя по названию компании, мне всегда это так очень впечатляло, с одной стороны миграция, с другой стороны инвестиций. Кипр и под ту, и под другую историю, в общем, в значительной степени подходит. И мы как раз сегодня подробно об этом поговорим. Я представляю наших экспертов. Это Злата Эрлах, директор австрийского офиса компании Migrant Invest. Злата, здравствуйте! Здравствуйте! И Наталья Ганесян, управляющая директор по проектам недвижимости компании Migrant Invest. Здравствуйте! Всем добрый день! Дорогие друзья, как мы говорим о недвижимости Кипра, на самом деле очень трудно как-то абстрагироваться от истории, связанной с иммиграцией, потому что Кипр в последние несколько лет отчетливо воспринимается как именно иммиграционное направление, благодаря понятным программам гражданства, ПМЖ. Но сегодня мы попробуем посмотреть на недвижимость Кипра пошире, то есть понять, может ли она быть интересна для каких-то других задач. Рассмотрим конкретные кейсы, чего добивались и чего не добивались, может быть, клиенты, иммигрант, инвеста. И поговорим о том, что можно ожидать от недвижимости в ближайшее время, на что вообще с ним можно рассчитывать. Наш чат работает, вебинар будет опубликован в ближайшие дни на Приан.ру и в рассылке. Все, кто зарегистрировался на вебинар, безусловно, его получат. Поехали! Для начала, разумеется, несколько слов о компании Иммигрант Инвест. К нам подключаются еще зрители. Приветствую всех, кто подключился к нам на Фейсбуке. Злата, пожалуйста, несколько слов перед тем, как мы перейдем уже к вопросам иммиграционным и инвестиционным. Здравствуйте еще раз. Компания Иммигрант Инвест – это юридическая компания, которая с 2006 года помогает семьям состоятельных людей получить второе гражданство или вид на жительство за инвестиции. Мы являемся лицензированным агентом всех действующих государственных программ. Мы сотрудничаем с правительствами Мальты, Кипра, Португалии и всех карибских стран, предлагающих гражданство за инвестиции. На Кипре у нас есть два офиса – в Лимассоле и в Пафосе. И, конечно же, мы тоже лицензированные агенты по Кипру. Номера наших лицензий – 126 и 127. На сайте в списке лицензированных агентов вы можете проверить мою информацию. Также у нас офисы Иммигрант Инвест есть в шести странах мира. Головной офис находится в Австрии. Очень большой офис со штатом дипломированных юристов, адвокатов, агентов по недвижимости, специалистов по фасилити-менеджменту находится в Москве. Также в Португалии, на Мальте и, как я сказала, уже на Кипре. Также в нашей компании, единственной в отрасли, работает сертифицированный Compliance Anti-Money Laundering Officer, который сертифицирован Международной ассоциацией специалистов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, который помогает клиентам подготовиться к процедуре Due Diligence. Это один из самых сложных и ответственных этапов при получении любого гражданства или вида на жительство. И такая подготовка позволяет максимально снизить риск отказа по программам. В нашей компании отказы составляют всего около 1% от всех поданных кейсов. И это, конечно же, не Кипр, и это не Кариба. То есть это, если мы берем самую сложную программу гражданства Мальта. Ну что ж, спасибо, я думаю, что мы еще вернемся, безусловно, к возможностям. Мы поговорим о том, как правильно сработать в сфере не только подбора недвижимости, но и проверки, как вы работаете, как вы на всех этапах в данном случае помогаете задачи решить. Поговорим о тех задачах, которые встают перед клиентами. Давайте перейдем именно к недвижимости и начнем несколько с таких, наверное, общих вопросов. Говоря о том, куда вкладывать и что нужно купить, и что можно покупать на Кипре, всегда интересно обратиться к опыту тех людей, которые этого уже сделали. И, соответственно, у нас подготовлено несколько кадров весьма и весьма примечательные статистики. Давайте поговорим вообще о том, куда инвестируют на Кипре и где на Кипре покупают. Ну вот, дивная карта, здесь, собственно, основные пункты, основные точки притяжения написаны. Наталья, я, наверное, вам тогда слово передам. Что, на ваш взгляд, является такими основными? Да, спасибо большое, Филипп. Ну, здесь мы, в общем-то, с вами наблюдаем карту с основными, так скажем, притягательными местами, как только что вы сказали, Кипра. Ну, естественно, самый крупнейший город на побережье, который входит в сотню самых привлекательных городов мира, это Лимассоу, деловая столица Кипра, ведущий портовый город, город-курорт. Здесь очень большое количество русскоговорящего, да, уже, можно сказать, населения. Понятно, что это и туристический тоже центр. Далее, что мы выделим, да, это Пафос, прекрасное место, он входит в список всемирного культурного природного наследия ЮНЕСКО, да, я думаю, что многие там бывали, многие знают красоту этого места. Далее, что мы там видели с вами, да, из регионов на карте, это Ларнака, третий по величине город Кипра, также деловой культурный центр. И Никосей, столица Кипра, которую не стоит недооценивать, да, вот, собственно говоря, как раз данный слайд это и показывает. На данном слайде мы с вами видим количество сделок с недвижимостью по квартально, начиная с 2018 года по 2020 год. И что же мы здесь можем наблюдать, да. Если вы обратите внимание на 2018-2019 год, то, безусловно, лидером является по количеству сделок Лимассоу, и было достаточно, ну, в общем-то, достаточное количество сделок, практически идентичный рост в 2018-2019 год. Но далее, первый квартал 2020 года, в связи с понятными причинами, да, мы здесь видим падение в Лимассоле, в Пафосе, практически 30%, да. Но посмотрите, Никосей и Ларнака идет рост, тем не менее, потому что в Никосей и Ларнаке все-таки более активное местное население, в том числе, которое покупает там недвижимость для себя, ну, и, естественно, столица всегда остается столицей, и спрос на недвижимость там всегда будет. Ну, вот смотрите, давайте тогда, может быть, по городам пробежимся отдельно, но вот эта таблика частично дублирует предыдущую, давайте все-таки поговорим о спросе со стороны не местного населения, то есть вот те точки притяжения, которые интересны нам. В двух словах. Лимассол, ну, так, я начну со стереотипов таких, а вы тогда свое зрение, пожалуйста, продвигайте. Ну, вот если говорят о Лимассоле, то Лимассол считается, во-первых, городом, а, недешевым, б, считается городом, ну, апартаментов, ну, и третий, есть такой стереотип, это город небоскребов. То есть вот если мы говорим, скажем, про программу гражданства, это вот объекты на первой линии, ну, под небоскребами подразумевается там, ну, здание 30 этажей плюс. И вот мы видим, что Лимассол, скорее, из этой таблицы, это чуть ли не единственный, просто единственный город, где, ну, если это данные 2020 года, граждане не из ЕС покупают по-прежнему больше, чем граждане Евросоюза. Да, абсолютно верно. Как мы уже с вами упомянули, да, Лимассол, в Лимассоле самая большая русскоговорящая диаспора, да, так скажем, русскоговорящий город большой, там, естественно, пользуются спросом, недвижимость, да, больше покупают людей, которые хотят чувствовать себя, да, так же, как и, ну, в общем-то, в России, да, говорить на своем языке, иметь окружение русскоговорящее, но, тем не менее, да, понятно, что там много небоскребов, как вы только что сказали, да, апартаменты, высотные здания, но, тем не менее, есть и другие виды недвижимости, есть и привлекательные с точки зрения инвестиций виды недвижимости, да, может быть, это не будет на первой линии, естественно, здесь это нужно понимать, но, тем не менее, есть различные варианты приобретения, да, абсолютно верно. И посмотрите, что, в общем-то, лимассол, да, количество сделок именно негражданами ЕС больше, чем гражданами ЕС, да, вот, собственно, об этом и речь. Ну, то есть, как бы, поскольку, если речь идет о гражданах евро, то есть, тот факт, что покупают неграждане ЕС, понятное дело, что, там, если покупают, там, скандинавы или, допустим, немцы, их на Кибер может интересовать все, что угодно, кроме иммиграционных программ, да, вот с точки зрения иммиграции здесь как раз лимассол, ну, такой, ну, что называется, марку свою держит. Абсолютно. Окей, давайте теперь перейдем к пафосу, буквально тоже несколько слов о нем. Вот здесь самое интересное, если мне память не изменяет, в прошлом году пафос обогнал лимассол по числу сделок, которые заключают там иностранцы, при том, что пафос несоизмеримо меньше, и пафос как таковой, если мы берем город, ну, малоэтажный, и там предложений в самом-то городе не очень много, но пафос – это место вилл, причем даже не в самом городе, а в окрестностях. Абсолютно верно. И, ну, естественно, как мы все знаем, там, в общем-то, большое количество британцев, да, покупают недвижимость и, собственно, и живут там. Да, привлекательное это место тем, естественно, своими красотами морем, нет высотных строений, абсолютно верно. Но есть все-таки дома, где можно купить апартаменты, то есть по бюджету там тоже можно хорошо, так скажем, пройти, да, и покупить тоже инвестиционную недвижимость. И, да, посмотрите, то есть абсолютное лидерство среди граждан ЕС по результатам первого квартала 2020 года. Скажите, вот если мы говорим о последних месяцах, ну, вот эта тенденция, о которой говорят практически во всей Европе в связи с кризисом и причинами, которыми он вызвал, люди начинают переезжать из... Да, из апартаментов, домов. Из апартаментов, это как раз история пафоса. Абсолютно верно, да. И, естественно, мы сотрудничаем с многими застройщиками, да, с большинством застройщиков на Кипре, и, естественно, слышим истории, когда люди, счастливые обладатели вилл, да, которые, по крайней мере, могли выходить на свои участки, купаться в своих бассейнах, да, чувствовать себя более свободно, конечно же, здесь сыграло это определенную роль. Абсолютно верно. Отдельно хотел бы обратить внимание, давайте Никосии и Фомагусту объединим, ну, или практически объединим их в одну историю. Вот здесь поражает даже не то, что количество сделок невелико или меньше, это как раз естественно, а то, что вот не граждане ЕС в Никосии и Фомагусте практически, ну, можно сказать, не покупают. Количество сделок исчезающе мало. На ваш взгляд, это связано с тем, что люди не видят там интересных объектов для собственного проживания под гражданство? Вы знаете, ну, конечно, это все-таки специфические регионы, да, потому что, ну, естественно, понятно, что основная история, про которую мы сейчас говорим, это гражданство, но, тем не менее, люди всегда рассматривают Кипр как прекрасное место для отдыха, да, прекрасное море, прекрасные пляжи. Никосии – столица, в Никосии, ну, там, до моря, да, нужно ехать, так скажем, море не рядом, соответственно, летом, конечно же, жарко, с одной стороны, но, с другой стороны, нужно понимать, что данное место хорошо для инвестиций, так как не зависит от туристического потока, там большое количество, естественно, офисов международных компаний, большое количество населения, которое хочет снимать в аренду, да, квартиры, то есть это тоже немаловажно. Что касается Фомагусты, ну, конечно же, это сезонный курорт, да, так скажем, который, в общем-то, практически вымирает зимой, но, тем не менее, все-таки Скандинавы зимой там есть, они купаются, вот я была там в декабре, да, и абсолютно, ну, как бы вода теплая, да, и люди, которые… Скандинавы тоже точно, да. Абсолютно верно, да, люди, которые переезжают туда жить, абсолютно счастливы, и здесь, конечно же, такой момент на любителя, но места абсолютно красивейшие, Айнапа, Протерос, Айотекла, прекрасные места. Ну, и давайте несколько слов про Ларнаку. Понятное дело, что там аэропорт, и, собственно, большая часть людей начинается с знакомства с Кипром именно с Ларнаки, но именно с точки зрения гражданства и с точки зрения вот этого сочетания гражданства и инвестиций, каким вам видится сейчас этот город, тем более, что, в общем, абсолютные показатели первого квартала 2019 года весьма-весьма приличные, все-таки 60 сделок это не 5, не 14. Да, вы знаете, мне кажется, что все-таки еще на настоящий момент этот город недооценен, это действительно очень хорошее место, которое развивается, да, там строится порт, там в прошлом году сменился мэр, и Ларнака сейчас приобрела такой, знаете, очень красивый вид, там прекрасные набережные, там строятся отели, то есть регион очень активно развивается, и у него есть такой определенный шарм, прекрасный пляж, опять же, я там была в декабре, да, и видела все это своими глазами, очень интересный там такой серый песок, да, который насколько, если мне не изменяет память, Злата, поправьте меня, по-моему, там что-то связано с магнитными частицами, что-то очень полезное для здоровья, и действительно прекрасное место, и я думаю, что за ним очень хорошее будущее все-таки за этим. Окей, Злата, скажите, вот ваш взгляд, ну хорошо, ну кратенько пробежались, понятное дело, что для многих наших зрителей вся эта информация, она не в диковинку, кроме, может быть, абсолютных цифр, да, люди многие на Кипре бывали и понимают, в чем пафос отличается от Ларнаки и от Фомагусты, вот для вас, как для компании, которая работает с теми, кто хочет получить второй паспорт, гражданство, инвестиционная и, вернее, притягательность того или иного города, в каком порядке она выстраивается, все-таки более популярны ли Массол или пафос, как люди относятся к Фомагусте, сейчас спрашивают, не спрашивают и так далее? Когда обращаются к нам инвесторы, то есть они вот уже поговорили с друзьями и все, конечно, только говорят о Лимассоле, но когда мы начинаем выяснять причину, или что вы хотите делать с недвижимостью, вы для себя, или это просто инвестиционное, вы хотите заработать на ней, или просто вы хотите вот сейчас выполнить условия инвестиций и через пять лет как можно быстрее избавиться от нее, и тогда, конечно, уже выкристаллизовывается то, что Лимассол не может все эти условия выполнить, да, тогда мы предлагаем, конечно, другие регионы, которые более соответствуют задачам наших инвесторов. А вот скажите, для собственного проживания, по вашему опыту, люди, которые обращаются к вам, ну, покупая объекты под гражданство, все равно какой-то объект по любой схеме дороже 500 тысяч должен быть, люди выбирают Лимассол или вот все-таки не так, не совсем так? Тоже по-разному, да, те, кто планирует пребывать на Кипре или отправлять своих родных на Кипр в зимнее время, то выбирают Лимассол. Если они планируют на Кипр приезжать в летнее время, то, конечно, большой популярностью пользуются Пафос и регион Фомагуста, да, и Анапа, и вот также у нас есть несколько клиентов, у которых бизнес на Кипре, им удобно либо Ларнака, либо Никосия, да, в Ларнаку они прилетели на самолете, быстро свои дела порешали, там переночевали на своей вилле и улетели, не нужно тратить время на дорогу. И также там Никосия, тоже те, кто занимается бизнесом, это тоже выбирают Никосия. Давайте в двух словах напомним условия программы гражданства, коль уж покупка недвижимости на Кипре, особенно для тех, кто хочет получить второй паспорт, она финансово, ну просто очень четко определена теми правилами, которые власти Кипра задали. Итак, какие есть условия базовые, что нужно помнить тем, кто хочет приобрести недвижимость именно с целью получения гражданства? Да. Необходимо приобрести недвижимость на 2 миллиона евро, это жилая недвижимость, сумма, стоимость без НДС. Чтобы сохранить гражданство, инвестору необходимо всегда иметь собственность и недвижимость стоимость минимум 500 тысяч евро. Если недвижимость, жилая, уже была использована ранее под программу гражданства за инвестиции, то сумма данной недвижимости, или стоимость данной недвижимости возрастает до 2,5 миллионов евро. Также можно приобрести коммерческую недвижимость. В данном случае сумма инвестиций должна составлять 2,5 миллиона евро. Из них 500 тысяч евро должно быть инвестировано, не менее 500 тысяч евро, в жилую недвижимость, которая должна будет остаться у вас в собственности на всю жизнь. Кроме этого, необходимо инвестировать безвозмездный взнос 150 тысяч евро по 75 тысяч евро в 2 различных фонда. Это фонд содействия исследованиям и инновациям, и еще 75 тысяч евро фонд корпорации земельного развития. Ну, давайте тогда, да, еще один важный момент, насколько вы это упомянули, но на всякий случай еще разочек скажем, что вот та недвижимость, которую вы приобретаете, ну, за исключением вот объекта стоимостью 500 тысяч плюс, должна быть у вас в собственности не менее 5 лет по правилам, изменившимся в 2019 году. Через 5 лет вы можете продать все, кроме одного объекта стоимостью, ну, дороже 500 тысяч евро. Да, совершенно верно. Тем не менее, если вдруг, да, у нас уже были такие случаи, когда сначала выбиралась недвижимость для сдачи в аренду или просто как инвестиционная недвижимость для получения гражданства Кипра, и потом клиенты решали, что нет, все-таки они хотят жить на Кипре, и выбирали другую недвижимость для собственного проживания. Конечно же, не нужно 5 лет ждать. Необходимо будет заявить в Комитет по гражданству, что вы хотите поменять недвижимость и купить новую, и вы можете, конечно, купить новую и продать оставшуюся недвижимость, но 2 миллиона должны быть инвестированы в недвижимость в течение 5 лет. Так же на 500 тысяч недвижимость, это не значит, что вы купили, и теперь до конца жизни у вас вот эта только квартира должна быть. Конечно, вы можете ее менять по желанию. Хорошо, ну, давайте тогда перейдем уже от теории к практике. Мы, собственно, говорили о том, что запросы людей очень-очень разные, и далеко не все готовы приобретать объект... Ну, 2 миллиона евро сумма солидная, далеко не все готовы приобретать один объект под гражданство, понимая, что закон предоставляет возможность взять несколько объектов, и, соответственно, каким-то образом, ну, если не заработать, то, по крайней мере, не потерять. Несколько слов давайте об этом, мы просто вот на конкретных примерах, которые у вас есть. Удавалось ли людям реально не потерять, учитывая, что тут все-таки специфика ценообразования на Кипре, она есть. Да, конечно, как раз вот я пример по продаже недвижимости до 5 лет привела вот как раз из нашей практики. Про кейс, который я сейчас... Да, сейчас будем говорить. Да, семья обратилась к нам, ей необходимо было решить вопросы по безвизовому проживанию в Евросоюзе, по безвизовому посещению США, и мы рассматривали, рассмотрели несколько вариантов. Глава семьи, так как он находился на... Ну, вот во время уже получения Кипра нет, но до этого он находился на государственной должности, и поэтому гражданство Мальты, ну, нежелательно, да, нежелательно было бы. То есть были риски, были большие риски? Да, были риски, да, были риски отказа, хотя, конечно, все средства были заработаны до того, как он вступил в эту должность, но все равно риски отказа есть, поэтому мы рекомендовали получить гражданство Кипра. Семья была один раз на Кипре лет 20 назад, у них остались не очень хорошие воспоминания, они, говорят, да, были в Лимассоле, Лимассол еще так более-менее ничего, но выехали за Лимассол, и там люди, говорят, на осликах. Передвигались. Абсолютно не было никакого представления о Кипре, и вот первый раз уже Кипр, они увидели, когда приехали выбирать недвижимость. Тоже сразу было, жить мы на Кипре не хотим, нас ничего Кипр не интересует абсолютно, хотим купить недвижимость и с наименьшими потерями избавиться от нее, но тогда это еще было три года, через три года. Больше ничего не хотим, хотим только паспорт Кипра. Конечно же, они, как и все, подготовились, да, посмотрели там в интернете, что есть, сразу же нам распечатали предложение из интернета, вот нам предложила одна компания гарантированный выкуп нашей недвижимости через три года. проверили, запросили договор, наш адвокат проверили, оказывается, в общем-то, гарантированная выкупа, и никто не гарантировал. То есть, если там было написано, что если компания захочет выкупить недвижимость, она ее выкупит. Ну и опять-таки, если будут деньги или нет. Еще хочу, вот я уже в начале, да, кому что, я в начале говорила про комплайнс. Еще раз хочу сказать про комплайнс. Мы проводим комплайнс не только наших инвесторов, но и комплайнс застройщиков, комплайнс объектов недвижимости. Проверь. В чем он заключается? Раз уж мы заговорили об этом, потом к кейсу вернемся вашему, да? Что это такое тогда? Комплайнс недвижимости, это интересно. Ну, во-первых, работаем только с проверенными компаниями, у которых есть достаточно своих средств, и которые не стоят на пороге банкротства. То есть, это тоже мы все проверяем. По комплайнсу объектов, чтобы заключить сделку купли-продажи, у объекта должны быть все разрешительные документы. Иногда начинает адвокат оформлять сделку, запрашивает все документы, а оказывается, сделку невозможно оформить, а ответственные сотрудники компании говорят, да-да, вот мы завтра получим, завтра, вот через неделю точно получим. И это все может затянуться на годы, даже не на неделю, не на месяц, а на годы. Поэтому важно выбирать недвижимость, у которой уже есть вся разрешительная информация. Также мы проводим оценку качества строительства, проверку документов, я уже сказала, анализ вероятности нарушения сроков строительства, выявление дополнительных скрытых платежей, какая будет оплата за коммунальные услуги, когда дом построится, да, потому что очень многие хотят, да, вот хочу комплекс, чтобы был бассейн, чтобы был консьер, чтобы был спортзал, чтобы все так было зелененько и красиво. Прекрасно, но за это, к сожалению, за все нужно платить. И тогда коммунальные услуги могут взлететь до 1000 евро в месяц, если вы за все будете платить. Ну, по кейсу, да, вернемся к нашему, да, вернемся к нашему кейсу. Про этот объект, как я понимаю, тот основной объект, который люди купили. Да, они купили, вы выбрали для себя, для собственного пользования, таунхаус вот как раз-таки в таком комплексе, но там, кстати, не были не такие высокие коммунальные платежи, это тоже, конечно, мы им уже, хотя комплекс еще не был построен, он был только, площадь была только огорожена под строительство, тем не менее, компания-застройщик предоставила нам уже предварительный расчет оплаты коммунальных платежей, то есть мы на это тоже обратили внимание. И, да, интересный проект был. А в каком месте был? А, в Лимассоле написано. Он был в Лимассоле, да, не очень близко к морю, около 500 метров до моря. Ну, во-первых, на территории очень хорошие, несколько даже бассейнов было, кроме того, у них был еще свой, в таунхаусе свой небольшой бассейн, ну и 500 метров, семья спортивная, мы, говорит, с удовольствием пройдемся к морю. Вот я две цифры вижу, которые меня вот в этом плане требуют явно некого комментария. Значит, вот написано, что окончальное строительство июнь 2020, это как раз сейчас, то есть комплекс дает в настоящее время. Да, да. Люди приобрели недвижимость заранее, раньше, и, соответственно, на гражданство они подавали, хотя объект еще не был построен. Да, да, совершенно верно. Если вот у компании есть все разрешительные документы, такую сделку купли-продажи можно оформить и можно подаваться на гражданство. Конечно, там уже предвижу ваш следующий вопрос, да, что будет, если не получат гражданство. Если не получат гражданство, тогда останутся с недвижимостью и без гражданства. Но мы, конечно, в данном случае все предусмотрели, опять-таки, так как была прошлая политическая деятельность нашего клиента, ну и вообще, да, мы не можем дать стопроцентную гарантию. Мы можем сказать, да, у вас вероятность отказа ничтожно мала, но мы не можем никогда сказать, что вы 100% получите гражданство, потому что на этапе проверки может быть такая информация, которую даже мы не нашли. Может случиться что-то в процессе проверки. Поэтому мы, конечно, рекомендовали, вот в данном случае это возможно было нашим клиентам, заключить договор банковской гарантии до одобрения. Такой договор заключается между инвестором, застройщиком и банком. Застройщик должен быть согласен, не все застройщики согласны заключить такой договор. По этому договору клиент перечисляет всю сумму за недвижимость на счет застройщика. Это как раз-таки основание для получения гражданства. Но банк блокирует эти средства на счету застройщиков. И застройщик не имеет права пользоваться вообще этой суммой. После одобрения, когда наш адвокат предоставляет банку одобрение от правительства, что клиент одобрен для получения гражданства Кипра, банк разблокирует эту сумму для застройщика. А если нет, как тогда? А если нет, тогда банк перечисляет полностью эту сумму на счет застройщика, на счет клиента, с которого он и был перечислен. А в чем интерес застройщика в данном случае? Ну то есть как бы он же все равно на какое-то время, по сути, объект был снят с продажи, он же все равно понес некоторые убытки. Вот такая страховка, она сколько-то стоит для клиента? Или это уже вообще история личной договоренности с застройщиками? Личная договоренность с застройщиком. Во-первых, мы уже предоставляем застройщику все, ну скажем так, compliance, все материалы due diligence клиенту. Мы уже рассказываем, что, в общем-то, вероятность того, что будет отказа, практически нет. Но, тем не менее, клиент хочет гарантии. Потом, это возможно, я не зря упомянула, это возможно только на ранних этапах строительства. В данном случае, да, застройщик блокировал эти средства на 7 месяцев, но он был практически уверен, что через 7 месяцев он получит эти средства. То есть в противном случае... А ну и это было сделано, как вы сказали, в 2017 году? Да, да, да. То есть в противном случае, кстати, у нас никогда такого не было, чтобы было, но я уже говорила, по Кипру у нас еще не было никогда отказов. И, надеюсь, в будущем что-то уже и не будет. В противном случае клиент бы через 7-8 месяцев, когда клиент теоретически мог бы получить отказ, выставил бы этот объект на продажу уже по более дорогой цене. То есть в данном случае все, действительно, все на стороне клиента, на стороне инвестора. Это не выгодно, эта опция не выгодна застройщикам, и выгодно продать, и все. Но мы можем договариваться, вот как я говорила, мы работаем с большими компаниями, которые могут предоставить эту услугу. Маленькие компании, конечно, не могут, им нужны эти средства, чтобы продолжать строительство. Окей. Давайте я тогда еще уточню. Здесь написана бешеная совершенно цифра. Она бешеная не только для Кипра, но и практически для всех стран. Природ стоимости в 2020 году 60%. Несколько слов об этом можно? Это вот Наталья, пожалуйста. Ну, абсолютно верно. Здесь у нас какая история получилась? Так как клиент приобрел недвижимость на этапе котлована. Даже не котлована, да? Да, даже забора. То есть вообще, да, офф-план. Проекта, да. Проекта, да. Когда была проектная деятельность еще, да, и, как сказала, был участок огорожен. Соответственно, стоимость объекта была 750 тысяч евро. И на момент сейчас, когда уже объект полностью запущен, он открыт, да, он введен в эксплуатацию, его стоимость возросла. И посмотрите, пожалуйста, да, если можно вернуть тот слайд. Да, в середине, так скажем, в середине этапа строительства, да, стоимость возросла на 27%. Сейчас на 60%. Это абсолютно корректная цифра. И если сейчас мы посмотрим этот объект, да, именно там подобный Танхаус в данном объекте, то цена будет начинаться от 1,2 млн, соответственно, и выше. Поэтому это абсолютно удачное вложение денег, да, то есть изначально мы говорили, когда начинали данный вебинар, да, что цель – получить паспорт и сохранить деньги. А здесь получилось заработать. Ну, прекрасно. Ну, это случай, объективно говоря, это случай, ну, трудно поверить, ну, такой, как некий типичный. И все-таки, насколько я могу судить о Кипре, он по Кипру, ну, Кипр не столь милая дохода. Да, случай абсолютно нетипичный. И не зря была показана стадия 2018 года 950 тысяч, потому что это как раз был тот клиент, который после того, как несколько раз приехал на Кипр, познакомились с Кипром, у них не получилось там сразу с визой в Великобританию, у них дочка в США училась сначала, и они решили перевезти ее в школу на Кипр. Потому что очень мало виделись с ребенком, девочке 14 лет, она очень скучала по дому, бабушка с дедушкой вообще не могли ее видеть, потому что перелет в США в пожилом возрасте практически им противопоказан был на такие расстояния. И английский язык, да, то есть в США без английского языка они как-то страшились ехать, а тут на Кипре 30% населения практически говорит по-русски, все надписи на русском, такси на русском, в магазине на русском, и бабушка с дедушкой тоже, ну кроме того, что родители, конечно, бабушка с дедушкой могли достаточное время с ребенком проводить. И тогда уже встал вопрос, так как таунхаус-то они купили для себя, и еще несколько объектов недвижимости, квартиры они купили, они не были построены, а им нужно, бабушке с дедушкой нужно где-то жить, потом ребенка они не хотели в интернате оставлять, ребенок тоже где-то должен жить. И они купили для себя виллу в Лимассоле, и вот заменили как раз-таки объект недвижимости, то есть они, вилла была дороже, виллу они купили где-то за миллион триста, и они заявили в комитет гражданства, что они приобрели за миллион триста другую недвижимость, и попросили разрешения продать этот таунхаус. И вот стоимость уже к тому моменту возросла. Окей, давайте тогда еще посмотрим, вот здесь есть у нас слайд, который описывает схему оплаты, если я правильно понимаю, вот эта оплата вместе с теми дополнительными платежами, которые на тот момент существовали, но единственное, что здесь, а, налог здесь тоже учтен, давайте вот про этот слайд тогда прокомментируем, при стоимости объектов 750 тысяч евро, сколько пришлось платить дополнительно? Посмотрите, ну, то есть, когда клиент выбирает недвижимость, вот он ее выбрал, да, он подписывает договор резервации, дабы оставить этот объект за собой, то есть, как бы, да, это намерение такое принятие решения. И можно я тут встряну тоже, быстренько встряну, потому что договор резервации, это, можно сказать, даже важнее, чем договор о купле-продаже, потому что в договоре резервации оговаривается все, о чем договорились клиент с продавцом, покупатель с продавцом, и это уже будет потом отражено в договоре купли-продажи, то есть, там, какая техника будет стоять, будут ли кондиционеры, там, что, например, вот будет заключен договор банковской гарантии со срочкой до одобрения, ну, то есть, вот, абсолютно все вот договоренности, они уже там отражены. Да, поэтому здесь нужно очень внимательно к этому относиться, да, и уже, конечно же, мы все это очень тщательно проверяем, все данные моменты, о которых только что сказала Злата, то есть, это уже юридическая работа начинается, абсолютно верно. Далее мы подписываем договор купли-продажи, соответственно, пока вы полностью не оплатите стоимость объекта, мы не можем дальше работать по программе гражданства, то есть, мы должны его полностью купить. Регистрация сделки, посмотрите, здесь указаны расходы, которые, в общем-то, небольшие. Самая большая история здесь, конечно же, НДС. 5%, да, здесь 5% НДС идет у нас за ту недвижимость, в которой вы будете проживать, не более 200 квадратных метров, далее все последующие объекты недвижимости, которые вы будете покупать, либо которые уже больше 200 квадратных метров, уже идет НДС 19%. Итого у нас получилась вот сумма почти 790 тысяч евро, да, за покупку недвижимости стоимостью 750 тысяч евро. Давайте вот об этом чуть-чуть еще поговорим, все-таки про эти 19% и 5%, как они берутся, и для тех, кто может быть не в курсе, потому что базовый НДС кипрский при покупке новостройки – это 19%, и когда эти 19% превращаются в 5%, при каких условиях? Пожалуйста. Да, 19% оплачиваются сразу вместе со стоимостью недвижимости, и после того, как уже недвижимость приобретена, как получено гражданство Кипра, можно вернуть 15% от НДС. НДС, ой, да, да, 14% можно вернуть от НДС. НДС можно вернуть… Гражданство получил. Если гражданство, да, эта программа есть у Кипра, ну, скажем так, программа была рассчитана для молодых семей, для покупки одного объекта недвижимости, они пользовались такой льготой. Этот объект должен использоваться только для собственного проживания, по крайней мере, не для получения прибыли, не для сдачи в аренду. И НДС еще будет выплачено только на долю объекта не более 250 квадратных метров. То есть, если, например, купили виллу, которая 400 метров, будет выплачено только вот за 250 квадратных метров. То есть, как я уже говорила, логика понятна, да, для… это послабление для молодых семей, которые, в общем-то, вряд ли купят за… Большие деньги. Большие, да, большую недвижимость. НДС возвращается. Если проект на этапе строительства, и он еще не был сдан в аренду, тогда продавец может из собственных средств вернуть НДС и сделать взаимозачеты с государством. Если уже объект сдан в аренду, и в этом объекте у продавца не осталось никакой недвижимости, то есть, уже у него нет для взаимозачетов никаких средств, тогда НДС клиент получает от государства. Это немножко затягивается, это иногда до двух лет длится, но получите вы гарантированно. Окей, давайте тогда вернемся к кейсу. Но еще разочеку, тот пример, который вы привели, вот, это тот базовый объект, который был куплен. Редкий случай, редкостная удача, на которую нельзя закладываться, что объект, который стоил 750, сейчас стоит, ну, по крайней мере, такие же продаются за миллион 200. Может быть, прямо за такие деньги вы его и не продадите, но порядок цен более-менее понятен. Но эта сумма близко не 2 миллиона. Значит, что-то было куплено дополнительно, и как раз вот у нас поступили вопросы от наших зрителей, иметь ли смысл покупать все-таки не один объект, а несколько в расчете на то, чтобы, ну, потом немножечко на них заработать. Как я понимаю, что-то было куплено дополнительно. Да, абсолютно верно. И у нас там, да, следующий слайд, как раз две квартиры. Вот эти вот в Ларнике? Да. Абсолютно верно. Значит, ну, давайте тогда рассказывать, что это за квартира. Ну, в Ларнике, на самом деле, картинки-то прям феерические. В Ларнике не так много. Да, 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 абсолютно верно. Здесь были приобретены квартиры, которые непосредственно были для получения дохода, да, от аренды. 900 метров от моря. В общем-то, достаточно интересный объект и достаточно такая хорошая цена, да. Соответственно, также было приобретение на этапе строительства, и, соответственно, прирост стоимости мы также сейчас имеем, собственно говоря, до 20%. Да, вот, пожалуйста, полностью картина данной сделки. Две квартиры по 350 тысяч и одна квартира за 550. Вот, соответственно, прирост стоимости, доход от аренды, расходы при покупке, да, по аналогии с предыдущим. Но здесь уже пришлось платить по полной. Здесь уже пришлось платить 20%, поскольку... 19, да. Здесь налог был уже очень большой. Кстати, обращаем на это внимание, на кипре надо обращать на это внимание, что к цене прибавляйте все-таки еще одну пятую часть. Это довольно солидно получится, когда речь идет о сумме под 2 миллиона. Да, Филипп, но с другой стороны я хочу отметить, что есть варианты, как сэкономить НДС, и мы активно советуем нашим клиентам данные варианты, и это достаточно интересные моменты, как вы уже сказали, одну пятую часть суммы сэкономить. Такое возможно. Как-то раскроете или это просто... Конечно, я бы сказала, пожалуйста, обращайтесь к нам за консультацией в компании Migrant Invest, но есть такие, да, есть такие моменты, когда покупаются апартаменты под управлением, да, это такие есть комплексы, и в данном случае есть история такая, что можно сэкономить НДС, и есть моменты, когда человек, так скажем, становится владельцем земельного участка, который оформлен на компанию, и на этом участке он как бы уже становится сам девелопером и начинает строить. То есть в данном случае есть существенная экономия на НДС. И такие варианты вполне возможны, мы их предоставляем нашим клиентам, рассказываем все тонкости, естественно, мы проверяем все. Хотелось бы вот еще сказать по поводу застройщиков, да, что мы проверяем застройщиков, как Злата уже сказала, и тем более сейчас, когда, ну, кризис, да, в общем-то говоря, в мире на рынке недвижимости в том числе, поэтому даже мы знаем очень хорошие вроде бы, да, объекты недвижимости на первой линии, но мы знаем историю, где застройщика много кредитов, мы знаем, что объект не будет достроен, каким бы шикарным и прекрасным не была его презентация, да, соответственно, мы тоже делимся, естественно, на этой информацией с нашими клиентами, либо у нас есть другая история, да, есть объект в Лимассоле, застройщик которого обанкротился, и объект, собственно, был продан, и, в общем-то, тоже, опять же, делимся с нашими клиентами, что куда стоит, куда не стоит, да, поэтому, когда произошел вот этот весь кризис, который у нас случился в конце 2019 года, мы пересмотрели свой пул застройщиков, да, и выделили тех, исходя из всех наших данных по их проверке благонадежности, с кем мы будем продолжать работать, и кого мы будем, чьи объекты мы будем рекомендовать нашим клиентам. Окей. Еще вот пару слов, да, конечно, стоимости недвижимости 1,5 – это очень много, но хочу вот тоже сказать, что не нужно экономить на адвокатах, на оформлении сделки купли-продажи, потому что очень многие компании предлагают, вы купите у нас, оформление сделки купли-продажи будет бесплатно для вас, это сделает наш адвокат. Вот это то, что мы не советуем делать, потому что в данном случае адвокат будет компанией, он будет учитывать ее интересы, а не интересы покупателя. Нужно обязательно обращаться к стороннему адвокату, у нас тоже мы всегда предоставляем стороннего адвоката, который не имеет никакого отношения к этой компании, у него там ни брата, ни свата нет, что очень, кстати, сложно на Кипре, в этой компании, который будет, правда, независимым, который проверит все документы компании, все документы объекта, и подходят ли, да, то есть документы могут быть нормальные, можно заключить договор купли-продажи, но с этим пакетом документов нельзя будет оформить или подать на гражданство. То есть вот этот вопрос, то есть ничего нелегального, все легально, но на гражданство вы не подадите, для гражданства нужно еще вот это, поэтому, а так как наш адвокат, он и оформляет сделку купли-продажи, и сразу занимается подготовкой пакета документов на гражданство, он все это учитывает. Окей, хорошо, значит, давайте поступим следующим образом, перед тем, как перейти к следующему блоку вопросов, я, кстати, вижу, вопросов уже довольно много поступило, в чате коллеги Злата и Наталья, я думаю, сейчас тоже на них ответят, если на что-то не ответят, мы обязательно к ним вернемся. А я пока хочу сделать пару анонсов, у нас на следующей неделе, ну, во-первых, у нас в четверг будет вебинар, посвященный Таиланду, а на следующей неделе мы с компанией Мигрант Инвест проводим еще один вебинар, наверное, самый интригующий, после того вебинара, который мы проводили по поводу Карибских островов. Будем говорить о гражданстве Вануату. В этом нет никакой иронии. Есть государство Вануату, и оно действительно предлагает очень интересную и финансовую, и по времени программу гражданства. И, соответственно, вот в следующий вторник, через неделю, мы как раз об этой программе будем говорить, вот на сайте Прианру вы можете уже зарегистрироваться на этот и все наши последующие вебинары. Ну, и все-таки, значит, вот тот пример, который вы привели, это, значит, инвесторы купили недвижимость за 2 миллиона, несколько объектов. Ну, вот здесь у вас есть пример, один из многочисленных примеров на Кипре. Вот вилла на берегу моря. Вот, пожалуйста, доведем кто-то другой из ваших клиентов. Приобретал, да, если я правильно понимаю, в пафосе 4 миллиона евро. Это вот объект за, соответственно, просто впрямую, то есть никаких дополнительных объектов покупать не надо, пожалуйста. Но в этом случае ты про инвестиции можешь и не думать. Ну, да, да. В принципе, да, в данном случае клиенты купили виллу для себя. Для себя, то есть тоже была семья, сын студента, учатся в Австрии. И после окончания вуза в течение года он может получить разрешение на пребывание в Австрии для поиска работы. То есть если он найдет работу соответствующей оплаты, тогда он может получить уже Рот-Вайс-Рот-карту, это вид на жительство через трудоустройство в Австрии, и уже остаться в Австрии. Но будем оптимистичны, около 15% студентов, окончивших выпускников вузов, остаются в Австрии, потому что довольно-таки строгие требования, высокие требования к зарплате, и молодых специалистов хорошего уровня в Австрии также много. У отца есть компания с партнерами в Германии, в Великобритании, но опять-таки то же самое, ребенку необходимо будет получить вид на жительство. Без опыта работы очень практически невозможно, очень сложно. Поэтому это был основной момент, почему нужно было гражданство, то есть для ребенка. предложили, да, гражданство Мальты, они сказали нет, конечно, мы не планируем, не хотим дарить никому 1 миллион евро, и второй момент был, отец или глава семейства был акционером, одним из основных акционеров нескольких очень крупных компаний. При комплайнсе на Мальте ему нужно было бы предоставить информацию по компании. Акционеры другие были против этого. Ну и сам он тоже, честно говоря, не очень-то и хотел эту информацию обнародовать. Обнародовать, да. И, ну и кроме того, акционеры были против, поэтому тут тоже вот только Кипр, да. Кроме того, это все быстрее было, это все с большой, там, с большой долей вероятности успеха. Семья ранее бывала на Кипре, знала уже, что такое Кипр, но, тем не менее, они не планировали покупать что-то для себя. То есть то же самое, да, да, вот мы Кипр для гражданства, а отдыхать мы во Франции отдохнем. Злата, Наталья, ну все-таки, вот если вы привели там два примера, ну, по сути, кейсы, они довольно, крестноречивые, они довольно типичные. Вариант номер один, там, понятное дело, мы можем не касаться той истории вырастет в цене, объект не вырастет, и насколько сильно он вырастет, но, тем не менее, вот те люди, которые покупают под гражданство, приобретают, идут путем через покупку недвижимости. То есть какая доля из них покупает все-таки несколько объектов с тем, чтобы потом перепродать? И кто, ну, достаточно спокойно ко всей этой истории относится и берет только один? По вашему опыту, ну, условно говоря, из десяти клиентов. Какой пропорции? Ну, я бы сказала, наверное, вот именно вот по моим клиентам где-то один к трем, да, треть покупает для себя, вот как в данном случае семья, они просто... Большой объект, да? Большой объект, они влюбились, они приехали туда, шикарное место, природа, вилла, они сказали, да, мы можем, это, говорит, лучше, чем у нас, наша недвижимость во Франции, мы можем себе представить. Скажите, а у нас в какой степени отказ людей от покупки нескольких объектов связан с тем, что все-таки кипрская недвижимость, она глобально не всегда проинвестиции, и даже чаще всего не проинвестиции, что это, ну, сложный, объективный для инвестирования объект. И если нет, то все-таки, а что же тогда может быть хоть сколько-нибудь интересно с инвестиционной точки зрения? Ну, смотрите, несколько объектов они покупают там по, вот как у нас было в примере, 350 тысяч, да, 500, там есть объекты за 250 тысяч, то есть можно объекты подобрать по любой стоимости. И, конечно же, людей, у кого есть 350 тысяч или 500 тысяч, гораздо больше людей, чем у кого есть 2 миллиона или 4 миллиона, чтобы купить один объект. То есть в данном случае, если они не продадут все объекты, которые хотят, они продадут хотя бы частично. В случае большого объекта они либо продали, либо не продали. И, кроме того, при перепродаже объекта, дорогого объекта, когда человек покупает, инвестор покупает объект за 4 миллиона, он хочет, это большие деньги, очень большие деньги, и он хочет, чтобы все было так, как он хочет. Он не готов к компромиссам. Поэтому вот даже эти виллы тоже очень часто покупают на этапах строительства или на этапах планировки, где все уже делают под клиента. И когда они продают следующему, то вот ему нужно брать вот так, как есть. А он за 4 миллиона не готов брать так, как есть. Насколько вы оцениваете, вот вы приводили пример, объекты, которые сдавались в аренду, приносили там 3-4% годовых. 3-4% для Кипра, по вашей оценке, это хорошая сумма, средняя, или можно добиться чего-то большего. И что это должно быть за недвижимость, чтобы иметь хоть какие-то арендные перспективы? 3-4% – это вполне нормальная доходность по Кипру. 3-5% в общем-то, да. Средняя доходность по Кипру, она абсолютно нормальная. Но здесь нужно смотреть, во-первых, по регионам. Если мы с вами, например, возьмем Айянапу, то понятно, что это будет сезонный доход. Но данный сезонный доход может быть достаточно все-таки хороший, если мы имеем виллу, и мы сдаем ее по 500, например, евро в день. Есть и такие варианты, да. То есть, и может быть квартира в Ларнаке или в Никосии, которая будет 500 евро в месяц стоить. То есть аренда, да. Здесь нужно смотреть, смотря какой объект мы сдаем и как бы, да, что мы хотим и где мы этот объект имеем. Но тем не менее... Мы рекомендовали, ну, окей, давайте, вот когда люди подбирали вот тот пример, вы посоветовали им по 350 объектов в Ларнаке. Нужно брать что-то новое или нужно брать много объектов, там, по 50, по 100? Ведь есть же и такие, и сдавать их уже местные киприоты. Да, есть и такие. Абсолютно верно. Ну, окей, чтобы вот, если цель человека все-таки по максимуму потом все распродать. Вот Злата сказала, что, ну, это вполне естественно, что продать объект за миллион, за полтора потом будет гораздо сложнее, чем, ну, возиться. С мелочью надо возиться, но там, по крайней мере, шансов больше. Да, абсолютно верно. Поэтому было бы неплохо рассматривать один объект для себя, если уж мы хотим там жить, да, где-нибудь в хорошем месте, Папос либо Лимассол, и, например, несколько квартир в Никосии. Потому что в Никосии, столице, там не нужно еще забывать о местном рынке недвижимости, да. То есть киприоты там тоже покупают недвижимость. Поэтому можно вполне рассмотреть себе и такой вариант. И, кстати, вот что касается, да, мелких объектов вторичной недвижимости, конечно, тоже мы показывали клиентам недвижимость по 50, по 100 тысяч евро. Это в основном в старых домах, которые, ну, не знаю, 20, даже 10 лет. Качество строительства было абсолютно другим. Дома не утеплялись, не было встроенных кондиционеров, то есть везде там страшные дома, да, на которых висят эти ящики кондиционеров с капающей водой. То же самое внутри, да, не было напольного отопления. Использовать другие отделочные материалы. Это, конечно, самая маленькая проблема, там, квартиру любую самую старую можно сделать как конфетку, но она именно внутри будет, как конфетка, а снаружи там старую невесту, да, как не украшай. Вот. Ну, естественно, коммуникации. Там уже... Коммуникация, да, старая коммуникация. Ну, когда они... Мы показываем, да, конечно же, у нас есть на любой вкус, на любой запрос, но когда уже клиенты сами видят, они уже, конечно, практически все выбирают либо новую, либо вторичную недвижимость, но в объект, который построен больше, чем, там, 5-6 лет назад. Окей. Давайте тогда пробежимся в целом. Ну, все-таки, как вы уже сказали, недвижимость Кипра в чистом виде как инвестиционная редко рассматривается, но, тем не менее, просто пробежаться по каким-то примерам, чтобы было понятно, что, по чем можно приобрести сейчас на Кипре, какие предложения есть. Давайте начнем с первых характерных примеров. Миша, пожалуйста, рассказывайте, что такое, сколько это стоит, какие здесь есть. Здесь мы рассматриваем с вами Ларнаку, вот есть у нас 130 тысяч, что мы можем приобрести. Вот, пожалуйста, квартира, которая уже в комплексе апартаментов, который начал строиться, 71 квадратный метр, через год будет построена, через год примерно прирост будет 10% стоимости, то есть, когда уже квартира сдается в эксплуатацию, комплекс сдается в эксплуатацию, он стоит дороже, да. Здесь нет каких-то мифических 60%, то есть, это абсолютно нормальный рост. Доходность 3-4% от аренды, то есть, застройщик может организовать, да, управляющую компанию, и, в общем-то, клиент может получать арендный доход. Неплохое расположение, да-да. Это сама Ларнака или все-таки какие-то окрестности ее? Нет, это, ну, вы знаете, Ларнака, она же сама небольшая, в общем-то, абсолютно небольшой город, да, это недалеко от аэропорта, буквально один километр, недалеко от пляжа, я думаю, кто был в Ларнаке примерно представляет, где это находится. Пляж достаточно, вот это вот, непосредственно объект расположен там, где пляж уже, ну, то есть, конец вот этой линии красивой, из песка, и там немноголюдный, достаточно такой красивый обзор, в общем-то, прекрасный пляж, ну, вот видите, объект, который вполне, собственно говоря, бюджетный, да, ну, и отделка, конечно же, это эконом-вариант, не стоит ждать каких-то суперкрасивых интерьеров, вот это то, что мы можем приобрести до 130 тысяч евро, в общем-то. Но опять-таки, сдавать будет не жалко, потому что тоже парадокс, да, при клиенте, да, мы хотим сдавать, мы будем получать там, вот, 3-4 процента годовых, начинают выбирать недвижимость, а вот здесь из окна вид, вот не такой, а вот здесь нужно мрамор, а здесь нужно паркет, а вот еще вот нам это, это, и вот технику получше поставьте, и потом они говорят, а зачем же я буду такую хорошую квартиру сдавать, мне эти 3-4 процента, говорит, вообще погода не сделают, я, говорит, ее не буду сдавать, да, да, пусть стоит, это парадокс, причем он встречается в 90 процентах. Окей, хорошо, давайте смотреть дальше, ну, вот объекты за 300-400 вы показывали, поэтому мы сейчас перескочим, по сути, а, ну, полмиллиона евро, да, 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 реформально можно уже и для себя, он может быть объект основой для получения гражданства, хотя еще надо будет докупить, но это не случайно. Да, конечно, абсолютно верно, есть виллы в Пафосе, которые можно приобрести за данную сумму, в общем-то, достаточно хорошей площади, да, вот как мы видим, 214 квадратных метров, начал строиться. Это тоже не город, это скорее уже как раз окрестности. Да, да, это не город, это не город, это окрестности, да, поэтому до моря, видите, расстояние тут уже не 200 метров, да, понятно, что за эти деньги мы можем получить вот расстояние около 3 километров до моря, да, но, тем не менее, достаточно привлекательный такой домик, да, как мы знаем, в Пафосе небольшие этажности, поэтому вполне вероятно, что с крыши своего дома вы можете увидеть море, да, потому что там такая местность, она как бы гористая идет в основном, на холме, да, все вот как-то там на холме, поэтому вполне себе достойный вариант, почему бы и нет, да, вот за 515 тысяч. И что такое там 3 километра до моря, на самом деле не секрет, если мы скажем, что в Пафосе, в самом городе Пафоса с пляжами беда, да, и все, даже жители Пафоса, они все ездят за Пафос на пляже, там, Коралл-бэй и так далее, вот опять-таки, да, 3 километра до моря, это пожалуйста, сели на машину, через 10-15 минут вы на лучшем пляже Кипра. Главное, не забудьте, что машина нужна, это правда. Машина нужна, да, конечно, да, машина не нужна только в городе. Окей, смотрим дальше, вот мы уже дороже миллиона, это Лимассол. это уже Лимассол, да, абсолютно верно, апартаменты, вот здесь уже, пожалуйста, 200 метров до моря, прекрасный вид на море, да, 160 квадратных метров, вот, собственно говоря, то, что вы сможете получить за эти деньги, выглядит вот таким вот образом. И тоже вы показываете, вы не случайно показываете, вот все объекты, которые мы смотрим, это на стадии строительства, просто вы исходите из того, что в программе гражданства уже они участвовать могут, а, ну, там, рост цены, это, ну, такой среднестатистический. Да, да, абсолютно верно. Ну, вот данный объект, он начал строиться в 18-м году. Ваш дью-диллидженс показал, что тут, ну, риски, в общем, не столь велики. Здесь, здесь хорошо будет все. Окей. Здесь совсем интересно, потому что это не типичный случай, да, то есть мы здесь хотели показать, что можно также инвестировать и в коммерческую недвижимость, а не только в апартаменты, либо виллы, да, для собственного проживания, либо для аренды. Вот здесь вот можно приобрести, собственно говоря, офис уже с существующим арендатором, что достаточно интересно, и уже, в общем-то, иметь гарантированный доход на несколько лет вперед, да, и также получить гражданство. Но не будем забывать, что здесь еще нужно нам на 500 тысяч купить еще для себя. Ну, и, конечно же, офис продать, да, через 5 лет офис продать будет довольно проблематично. Ты можешь офис продать только инвесторам, а жилая недвижимость, она нужна местным жителям, она нужна британцам, которые очень любят Кипр, она нужна россиянам, там, из Сибири, из Екатеринбурга, которые отправляют мам с маленькими детьми, там, бабушек с дедушек, с детьми зимовать на Кипр. Ну, то есть коммерческий объект, это такая, с вашей точки зрения, история, ну, то есть, с одной стороны, соблазнительная, но все-таки далеко не для всех, что называется. Не для всех, абсолютно верно. Ну, нет, для всех понятно, то есть, как бы тут вопрос. Потому что некоторые клиенты действительно интересуются именно коммерческой недвижимостью. Но они, то есть, должны понимать, что, скорее всего, они не будут выходить из инвестиций через пять лет. То есть, это они инвестируют, да, и, например, у нас тоже были варианты и в Никосии, где государственные организации арендуют офисы, там, на 20, на 30 лет, да, то есть... То есть доходность маленькая, но зато уж... Ну, стабильные и надолгие сроки, абсолютно нет. из особых проблем. Окей, ну, и давайте, условно говоря, там, зажмурим глаза. Да, зажмурили глаза, да, получили за 15 миллионов виллу. Закончат, строится только через 4 года. Что ж... Да, через 4 года, да, ну, это такой интересный новый проект. Мы здесь показываем дорогой объект, да, то, что действительно будет интересно, действительно 30 метров до моря, пригород Лимассола. Насколько мы все знаем, о Лимассоле не так много объектов на первой линии и вилл, да, то есть там есть апартаменты на первой линии, новые, но вилл там очень мало. Соответственно, достаточно большая вилла, да, 1170 квадратных метров, полностью сдача всего комплекса планируется через 4 года. Поэтому вот такие шикарные варианты тоже существуют. Да, хотя бы, хотя бы тут тоже хочу ложечку дегтя добавить. Если клиенты покупают, инвесторы покупают виллу за 15 миллионов, они не должны думать, что им будет принадлежать, что у них будет собственный пляж. Все пляжи на Кипре, они принадлежат государству, и все общедоступны, то есть перед их виллой будет пешеходная дорожка, по которой будут ходить все, кому захочется. Ну, давайте теперь, все-таки там подводя уже некий итог тому, о чем мы сегодня поговорили, по большому счету, недвижимость на Кипре, в подавляющем большинстве случаев, для нас, для всех, это недвижимость иммиграционная, в том смысле, что она позволяет получать второй паспорт гражданства, ну, или в крайнем случае ПМЖ, ВНЖ. И все равно хочется получить некий, ну, ответ на вопрос, понимание, а вот в стоимости этой недвижимости какова доля вот этой возможности? Возможности, там, получить ВНЖ гражданство, насколько можно ожидать, ну, роста цены с учетом того, что через какое-то время тебе нужно будет продавать объект, который с большой вероятностью только под гражданство, там, или под ВНЖ и нужен. Вот как вот здесь все-таки не прогадать, как здесь не совсем уж потерять свои деньги? Потому что примеры, которые вы привели, они хорошие, но они единичные все-таки. Да, но, наверное, лучше всего настроиться психологически. Если вы инвестируете в документ, в свободу передвижения, вы получаете гражданство Кипра, для этого вам нужно вот выполнить те или иные условия. Вы не инвестируете деньги с прибылью, чтобы получить гражданство Кипра, то есть наоборот. И если, опять-таки, сравнивать с гражданством Мальты, на Мальте вы просто дарите, да, около 1 миллиона евро правительству. Здесь у вас есть большая вероятность, что вы вернете ваши деньги. Есть вероятность гораздо меньшая, что вы чуть-чуть заработаете на этой недвижимости. И есть, конечно, вероятность, что вы потеряете, потому что ни один эксперт не может сказать, какой будет рынок недвижимости, через 5 лет будет программа. Не будет этой программы. Какие будут условия программы. Может быть, ну, это я фантазирую, да, может быть, вообще скажут, там, только новую недвижимость, и тогда ту недвижимость, которую у вас была, вообще под гражданство нельзя будет продать, если эта программа будет. То есть, конечно, вероятность есть там какой-то потери. С другой стороны, есть выбор. Вы не обязаны продавать через 5 лет. Вы можете оставить эту недвижимость и продать ее через 7 лет, когда цены стабилизируются, через 10 лет. То есть, обычно наши инвесторы не за последние деньги покупают даже Кипр. 14,5 миллиона показались не последними. Это всегда приятно. Да, да, да. И, ну, скажем так, да, больше там психологический настрой, а мы помогаем, мы поможем всем, чем можем, чтобы минимизировать ваши расходы, расходы инвесторов, чтобы не потерять и чтобы по возможности получить даже прибыль. Ну, перед тем, как уже совсем завершать наш вебинар, я хотел бы, во-первых, напомнить, что мы уже общались с нашими экспертами и с компаниями Grand Invest о Кипре, но тогда мы больше говорили именно о программах гражданства и чуть меньше о недвижимости. И отчет вот о нашей предыдущей кипрской встрече, я думаю, сейчас самое время опубликовать в чате, чтобы у наших зрителей была возможность посмотреть немножко с другой стороны. Мы сравнивали как раз Кипр и Мальту, раз вот Злата коснулась с этой сравнительной темой, я думаю, будет полезно. Но и все-таки тогда вот такой вопрос, предположим, забудем на секунду, что на Кипре есть программа ВНЖ гражданства, не хотелось бы забывать, но забудем. И есть, скажем, у инвестора сумма, ну, вполне понятная для большинства курортных стран, ну, скажем, 150-200 тысяч евро. И у него цель исключительно инвестиционная. Злата, Наталья, ваши ощущения, куда бы вы посоветовали ему потратить на Кипре, что вот сколько-нибудь заработать? Ну, и второй момент, или вы бы ему сказали, не надо на Кипре? Ну, вот я не знаю, что скажет Наталья, я бы сказал, если цель инвестиционная, у меня был прям пару дней назад такой клиент, правда, по Португалии, то есть я бы предложила инвестировать в те страны, где нет программ ВНЖ, ПМЖ, гражданства за инвестиции в недвижимость, то есть где нет таких программ, то есть есть ли цель чисто инвестиционная. Это, ну, понятно, да, я не раскрою секрет, что везде, где эти программы есть, недвижимость строится под инвесторов, которые хотят получить документы, и не под местный рынок, и она стоит дороже. А что вы думаете о таких, вот если мы говорим коммерческая недвижимость, а такая смешанная, жилая коммерческая, там типа студенческих общежитий, или чего-либо подобного, ну, на Кипре есть все-таки образовательные магниты, он довольно сильный. Может быть, здесь можно что-то поискать, или тоже? Да, конечно, есть такие варианты, абсолютно верно, инвестиции в студенческую недвижимость есть, и более того, есть возможность инвестировать в здание школы, например. Есть и такие варианты, то есть можно и это рассматривать также. Но, опять-таки, выход из инвестиций, да, опять-таки, я рекомендовала, там тоже у нас есть такие объекты, где можно в районе университета купить здание там с апартаментами, не знаю, 9-12 апартаментов, их оборудовать под студенческие апартаменты и сдавать студентам, но это будет жилая недвижимость. То есть, когда вы будете выходить из инвестиций, вы можете их продать по квартирам, полностью продать, по раздельности продать, то есть это жилая недвижимость, а не коммерческое студенческое общежитие. Ну, и тогда уже в самом конце, если есть интерес у наших зрителей, ну, у ваших потенциальных клиентов к ПМЖ, КВНЖ, к гражданству Кипра, если есть интерес к покупке недвижимости, как бы вы посоветовали, с чего начинать, как поступенчато действовать в текущих условиях, когда не очень понятно ни с открытием границ, ни с ценами и так далее? Ну, смотрите, я еще хочу отметить, да, вот мы говорили, да, какие могут быть изменения в программе, а могут и не быть, да, то есть вот есть такая информация, что возможно введение в год, да. Но неформально сейчас, 700 в год. Да, 700, но уже данный закон поступил в парламент, соответственно, парламент будет его обсуждать, принимать либо не принимать, да, с какого-то там момента времени, но тем не менее данная информация существует, поэтому есть такая возможность, что количество квот будет ограничено до 700. То есть эту информацию тоже нужно будет учитывать уже начиная, там, допустим, с сегодняшнего дня, да, и понимать, что возможно это войдет. Ну, сейчас, насколько я понимаю, Злата, тоже эти квоты существуют? Теоретически существуют, практически все, кто подал документы, да, все получают. Как такового закона не принято. А, именно, и еще абсурдизируют. Да, да, да. Окей, Злата, ну тогда все-таки начинать-то с чего? Как бы вы сказали? С недвижимости, с подгорода, поездки на Кипр, которые невозможны. Ну, как я уже сказала, что так как мы покупаем или приобретаем документ, да, приобретаем свободу, мы должны начинать с документов, да, какие наши задачи и желания решит гражданство Кипра. То есть оно может очень много задач решить. Опять-таки можем посмотреть, можем сравнить гражданство Мальта, там гражданство Кипра. После того, как решение принято в пользу Кипра, недвижимость. Если вы давно, мы можем предложить недвижимость, мы можем начать работать дистанционно, мы можем показать все объекты в режиме онлайн, да, то есть наша, моя коллега там, или мой коллега будет с камерой на объекте, будет показывать все, что пожелает инвестор. Мы можем обсудить, какая нужна ему недвижимость, хочет он ее продать через 5 лет, будет он сам жить. То есть все, что мы с вами обсуждали, показать недвижимость мы можем. Мы можем провести дистанционно сделку купли-продажи недвижимости, она длится примерно около одного месяца. А через месяц уже можно будет приехать на Кипр и сдать биометрию. То есть, кроме того, для наших инвесторов мы организовали полет на Кипр 10 июля с бизнес-жетом. То есть уже все наши инвесторы смогут... Из Москвы. Из Москвы, да. Все наши инвесторы смогут сдать биометрию, смогут просмотреть недвижимость. То есть у нас для под каждого... Это не значит, что... Не дай бог, что все группы будут ходить. Нет, только лететь в самолете будут вместе. Индивидуальное обслуживание. Под каждого инвестора мы подберем недвижимость, покажем то, что хочет инвестор, то, что предлагаем мы, найдем то, что наиболее выгодно и больше всего решит задачи инвестора. И можем оформлять сделку купли-продажи. Можем уже... Больше приезд инвестора не нужен. Следующий приезд будет через 6-7 месяцев после одобрения. Уже за паспортом. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, большую часть вопросов мы обсудили. Понятное дело, что недвижимость Кипра гораздо более многогранна. И действительно огромное количество предложений есть и в бюджетном сегменте, и в более дорогих. Но так или иначе, как выясняется, ну, собственно, это и не секрет, мы это наверняка знали. И до сегодняшнего дня программа гражданства вполне вызывает интересы к такого рода объектам, поскольку приобретать можно не один объект, а несколько. Контакты Златы, контакты компании Emigrant Invest, контакты Натальи перед вами, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что в четверг, и на следующей неделе, во вторник и четверг, у нас будут три вебинара, то есть они будут и дальше, но, по крайней мере, расписание на ближайшие полторы недели вы можете найти на Прианру. Ближайшее время, до конца недели, мы опубликуем материал, отчет по этой программе. Злата, ежели есть интерес у ваших коллег, ну, и кто-то захочет нам вот с этим бизнес-джетом как-то подробнее получить информацию, наверное, к вам можно обращаться. Да, да, конечно, да. Вот электронная почта Злата... Организуем два, если нужно будет, если будет больше людей. Тоже, пожалуйста, с вашим вниманием. Наталья, спасибо, Злата, спасибо. До встречи тогда, да, и увидимся на вебинарах Прианру, на страницах Прианру, ну, и в офисах компании Мигрант Инвест. Да, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.